В возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума обвиняют правительство Башара Асада и Москву, которая поддерживает его режим. По разным данным погибли от 40 до 150 человек, более тысячи ранены. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с атакой. Что решило мировое сообщество? Далее в сюжете. На кадрах, опубликованных очевидцами, десятки людей, попавших под авиаудар сирийских правительственных войск в городе Дума. Обливают водой и оказывают им первую помощь. Местные мониторинговые группы сообщают, правительство Башара Асада вновь применило химическое оружие. Белый дом ответственность возлагает на Москву. Химическая атака сирийского режима на невинных граждан – это что-то ужасающее. Фотографии пострадавших детей потрясли весь мир. Очевидно, что Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию сирийского химоружия. Позицию США поддержали Великобритания, Франция, Германия, Турция и ряд других государств. Позже на экстренном заседании Совета безопасности ООН постпредсша при организации Ники Хейли призвала мировое сообщество обеспечить неограничный доступ к гуманитарной помощи в Думу. Она обвинила Москву в пособничестве сирийским властям. Россия могла бы остановить эти бессмысленные убийства, если бы хотела. Но она без всяких сомнений поддерживает режим Асада. Ни одно цивилизованное правительство не имело бы никаких отношений с таким убийственным режимом. Только общее политическое решение положит конец семилетнему конфликту, который унес жизни полмиллиона человек. В России, говорят, их специалисты следов использования химического оружия на месте так и не обнаружили. Официальный Дамаск также отрицает обвинение. И в заключении мы еще раз подчеркиваем, что Сирия не обладает каким-либо химическим оружием, включая хлор. И мы еще раз осуждаем использование химического оружия в любое время и при любых обстоятельствах. Бомбу с химикатами сбросили на город Дума в ночь на 8 апреля. По данным гуманитарных организаций, вследствие атаки погибли по меньшей мере 40 человек, включая женщин и детей. Более тысячи ранены. Накануне президент США Дональд Трамп обещал разобраться с ситуацией в течение двух суток. Анжела Ляшко, ЮЭТВ.